Состоялась в высоких татрах, неформальная встреча в месяцах иностранных дел, а стран, участница Организации Безопасности и СССР в Европе. Мы оценили эту инициативу Словакии как председательствующего ОБСЕ в этом году. Разговор получился в целом полезным, хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, чтобы заучено повторять обсуждения в адрес России, агрессии, оккупации и так далее. Но большинство все-таки стремилось эту встречу использовать, чтобы как-то искать пути выхода из тех кризисных условий, в которых оказалась сейчас евроатлантическая безопасность. Вы знаете, что влияет на эти процессы. Это продолжающиеся накачивание военных мускулов НАТО, продвижение военной инфраструктуры в плотную к российским границам, требование безоглядно увеличивать военные бюджеты, которые у натовских стран и так в 20 раз больше, чем у Российской Федерации. Но, да, и, конечно же, повлияло на общую ситуацию то, что произошло с договором о ракетах средней и меньшей дальности, который заканчивает свое существование из-за односторонних действий Соединенных Штатов и их отказа даже разобраться в наших разъяснениях, которые мы были готовы предоставить. Они проигнорировали предложение провести для них подробный показ этого изделия и ответить на возникающие у них вопросы. Просто отказались на это смотреть. Такие ультиматы, я не знаю, сегодня немножечко стали такой манерой американской администрации. Не думаю, что это им добавляет успеха на международный рейд. Здесь, кстати, не было госсекретаря Соединенных Штатов. Был один из исполняющих обязанностей помощника госсекретаря. Но смысл не в том. Смысл заключается в том, что у ОБСЕ есть возможности и есть мандат, утекающий из Хельсинского заключительного акта, из документов, которые принимались на саммите ОБСЕ в 1999 году, и Европейское хаотие безопасности и другие. Есть мандат для того, чтобы военно-политической области продвигать контакты, которые будут доверие укреплять. Года лет три назад по инициативе Германии начался так называемый структурированный диалог ОБСЕ на уровне экспертов по вопросам европейской безопасности. Дело полезное, но пока никаким результатом этот диалог не привел. А ситуация, в общем-то, достаточно серьезная. Она требует решений, требует практических шагов по деэскалации обстановки. И мы надеемся, и сегодня мы об этом сказали, что этот структурированный диалог приведет к каким-то конкретным договоренностям в самом ближайшем будущем. При этом ясно, что ситуация разительно отличается от 2011 года, когда принимался венский документ по мерам доверия. И наши западные коллеги сейчас требуют дополнительные меры доверия согласовывать, требуют больше транспарентности. Но они забывают, мы об этом напомнили сегодня, что сегодняшняя ситуация отличается от 2011 года тем, что НАТОвская военная инфраструктура продолжает наращиваться и продолжает продвигаться к нашим границам. Поэтому мы за то, чтобы такой диалог ОБСЕ продолжался, но чтобы он проходил более ответственно, чтобы все участники этого диалога стремились искать совместные решения, а не впадать в обвинения, голословные и в прочие конфронтационные риторические вещи. Вторая корзина ОБСЕ экономическая. Здесь мы заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ, опять же, как уникальная площадка, способствовала гармонизации конверационных процессов на различных частях Евроатлантики, включая контакты между Европейским Союзом и Евразийским экономическим Союзом. Контакты на уровне комиссий первые состоялись. Считаем, что необходимо их продолжать расширять и всячески поощрять. Гуманитарные корзины. Здесь, наверное, тоже очень много проблем накопилось. На лицо перекос, который диктуется странами Евросоюза, нежелающими уделять специальное внимание таким вопиющим нарушениям прав национальных меньшинств, как те законы, которые принимались на Украине в отношении языка, в отношении образования, в отношении православной церкви. Но, думаю, что сейчас настало время, когда то самое Бюро по демократическим институтам и правам человека должно заниматься этими вопросами. Мы привлекли внимание руководителя Бюро к этому вопросу. И Верховный Кемесар по национальным меньшинствам УБСЕ. Это также его прямая обязанность обеспечивает, чтобы все страны-участницы УБСЕ выполняли свои обязательства в сфере соблюдения языковых, религиозных, образовательных прав национальных меньшинств. И, безусловно, проблема возрождения неонацистских тенденций, ультра-радиканы поднимают голову и на Украине, и в Прибалтике. Это тоже большая проблема. О ней мы сегодня говорили подробно. К сожалению, парламентская ассамблея УБСЕ, которая недавно завершилась, не поддержала большинством голосов российский проект о недопустимости возрождения неонацизма. Думаю, что это стыдно для наших европейских партнеров. Но мы будем продолжать эту тему ставить и в ООН, и в Совете Европы, и на площадке УБСЕ. Постараемся подготовить вместе с нашими коллегами, подготовить пакет необходимых решений. для официального заседания Совета Университета Университета Университета, который будет в начале утра проходить в Браке. Пожалуйста, вопросы. Сергей Викторович, президент Украины Зеленский предложил провести в Аминске встречу на высшем уровне с участием России, Украины, Великобритании, Германии и Франции. Было ли сегодня какое-либо обсуждение с заинтересованными сторонами предложенной Украиной встречи и, возможно, стоило бы подключить к ней ЕДНР и ЛНР? Нет, эту тему никто не обсуждал. Для цели украинского регулирования созданы действующие форматы, контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ЛДСЕ и нормандский формат, который является коллективным автором этих самых минских договоренностей, в том числе и договоренности о создании контактной группы для прямого диалога между участниками конфликта. Этот формат и нормандский, и минский был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное. Упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей. Ну и еще одно такое наблюдение. Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Фейсбук. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию с этой безопасностью, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности. Аркспресс. Сергей Викторович, удалось ли основатским партнерам гнятно объяснить свою позицию при голосовании в ПАСЭН, при вступлении, при возвращении России в эту организацию? Знаете, это здесь вообще не обсуждалось. Решение парламентской ассамблеи принято. Права нашей парламентской делегации восстановлены в полном объеме, без каких-либо изъятий. И это реальность. Мы будем из нее исходить. Сергей Викторович, Арти. Москва призывает европейских партнеров сохранить ядерную сделку с Ираном. Какие сейчас принимаются усилия для спасения сделки? И обсуждались ли на сегодняшних неформальных переговорах какие-то возможные шаги для стабилизации сложившейся ситуации? Ну, простите. Боюсь, я не тот формат, где обсуждается ситуация вокруг Иранской атерной программы. Для этого существует так называемая совместная комиссия стран, подписавших всеобъемлющий совместный план действий по урегулированной ситуации вокруг Иранской атерной программы. Совместная комиссия недавно собиралась на уровне политдиректоров. Есть предложение собрать ее на уровне министров. Мы будем к этому готовы, но при понимании, что необходимо выйти на такое заседание с конкретными договоренностями. Пока договоренности не просматриваются. Мы, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы ситуация вокруг Ирана и в том регионе в целом накалялась, обострялась. Мы рассчитываем, что Иран будет проявлять сдержанность, но мы не можем закрывать глаза на объективные факты. А факты таковы, что Иран, когда он сейчас начал обогащать уран выше 3,67% до 5% для начала, а затем еще будет, наверное, стараться это делать, он не нарушает ни договора о нераспространении ядерного оружия, ни соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению. Поэтому рассматривать эту ситуацию необходимо с учетом этого. Так что любые дополнительные обязательства, которые Иран взял на себя в соответствии с совместным всеобъемлющим планом действий, необходимо рассматривать в совместной комиссии. Это принадлежит именно к компетенции указанной комиссии. Как, собственно, это утверждено резолюцией Совета безопасности, которую одобрила СВПД. И ситуация обстоит очень, знаете, даже парадоксальным образом, когда Соединенные Штаты сами вышли из этого плана, не выполняют резолюцию Совета безопасности, утвердившего СВДП, и одновременно запрещают всем остальным эту резолюцию выполнить. А пальцем показывают на Ирана. И еще интересный момент, когда Белый дом, Госдепартамент требует от Ирана выполнять свои обязательства по СВПД, когда позавчера, по-моему, премьер-министр Израиля потребовал от Европейского Союза наказать Иран за то, что Иран нарушает СВПД, то есть из этого вытекает по логике, что и Соединенные Штаты, и Израиль признают легитимность СВПД, но признают они ее только в нынешней ситуации, когда можно использовать положение дел, сложившиеся вокруг СВПД, для того, чтобы наращивать давление на Иран. Это неправильный подход. Мы за то, чтобы искать развязки, мы прекрасно понимаем, кто стоит за нагнетанием конфронтации, до сих пор не расследованные провокационные действия вокруг нефтеналивных судов, но и многое другое. Поэтому, да, мы пока не видим выхода из этой ситуации, но кроме как настаивать на возвращении к базовым принципам СВПД, на возвращении всех участников СВПД к выполнению своих обязательств, я другого пути просто не вижу. Если есть у наших американских коллег, у других коллег израильских в частности, вопросы к Ирану в отношении его ракетной программы, как они говорят, в отношении того, какая политика у Ирана складывается в регионе, ради бога. Это все можно обсуждать. Кстати, мы были, наверное, главными, когда СВПД вырабатывалось. Мы настаивали на том, чтобы вписать в нее необходимость диалога по вопросам региональной правительности. Все про это сейчас забывают. Но не надо ломать то, что было сделано с огромным трудом, то, что внесло колоссальный вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия. Надо это сохранять, а любые другие дополнительно возникающие вопросы нужно обсуждать коллегиально, коллективно, на основе взаимовложения. Спасибо большое.